Дамы и господа, с вами Илья Гарифан. Я сейчас легендарным человеком, моим старинным другом Ромой Козловым. Здорово, ребята, привет! Бежим на дорогу. Специальную дорогу для чего? Дорожка для бега. Здесь? А, тропинка. Когда мы приехали в Сакраменто в 97-м году, мы, получается, приехали... Сразу въехали в аппарк, где у нас была готовая квартира. Ростники приготовили полностью. Давай, мы будем уже идти. Ростники приготовили полностью. Кровати, мебель, еда. То есть нас, встретили, очень классно. Ты можешь дать линк на YouTube, видео есть наше. Прикольно. Это в 97-м году? В 97-м году? 20 лет назад. Да, что ж тут в 21-м году. Вон и вон и вон и вон и вон. Ну, это круто, когда родственники есть, встречают. У нас прямо такая же картина. Нас вообще на лимузине встретили. Завезли в готовую квартиру и вообще круто. Сегодня не у всех такая есть возможность. Но мы пытаемся помочь тем, кому помогаем. Большая разница между двумя странами. Это странами, скажем, в общем, Советским Союзом старым, которые я помню. И Америка. Большая разница в том, что если ты будешь исполнять закон, то по закону ты будешь послушный. Ты можешь здесь хорошо развиться, хорошо подняться, хорошо просто идти вверх. То есть выбор не будет мне как будто дать на лапу за крышу. Мне с кем-то судиться. Мне от кем-то отбивать нужно. Я даже не знаю всех терминологий России, Украины. Какие там были стычки. Но у нас, на Украине мы жили в Запорожской области. Мы сами из Каменского. У нас были теплицы. Занимались сразу огурцами. Продавали и везли на Москву. Потом перешли на розу, до голландской розы в 90-х, в начале 90-х. И потом у меня папа умер. И, короче, мама замуж вышла, и мы приехали сюда. Здесь вот буквально по этой же дорожке я бегал, когда я был подростком. Я помню, мама запретила мне драться в школе. Сказала, что депортирует. И я просто... Самая проблема у меня была на физкультурном классе. Когда меня просто унижали, то, что я вот эмигрант. Поэтому немножко у вас, если будет, это просто надо продержаться. Я просто бежал. И я бегал быстрее всех, потому что я избегал конфликтов так. Меня не могли догнать. Я их догонял резко, я их обгонял и дальше прогонял. Был один раз прикалывать меня, там бросали камни. А кто, американцы, да? Американцы, да. Ну, дети, подростки. Я в семью классе был. Они же тоже, значит, молодежь. Такой переходной возраст. И здесь русский приехал показывать им, как надо правильно бегать. И, получается, я был, ну, как, первое место занимал, когда мы вокруг школы бегали на День Благодарения. Домой приносил большой турки. А, круто. Кстати, твоя родница, кажется, Эля, тоже круто бегала. Из девочек она приносила тоже турки домой, если не ошибаюсь. Вот так вот началась моя жизнь. Вот по этой же вот дорожке. Я с моим братом Женей. Кстати, он, Женька, риэлтор. Занимается недвижимостью в Сакраменто. Жека помог мне купить форплекс, который я не должен был купить, потому что он был в убитом состоянии. Обычно первым покупателям дома не продают такие убитые дома. Но благодаря Жеке, благодаря Коляну Черенковой, Саше Поляху мы сделали эту сделку. И сегодня эта сделка начала улицу иммигрантов. И эта сделка начала движение иммигрантов в Сакраменто, которых нас 10 тысяч в группе иммигрантов в Сакраменто. Все началось благодаря вот этой семье. Семье Козловой. Женке новый телефон, который бизнес дает нам, 916, а если не ошибаюсь, 369-8 тысяч. Супер. Это он, да? Я не знаю. Ну, наверное. Я его персонально звонил. Ну, получается так. Потом у меня меньше братик есть, Лешик. Он занимался раньше research and development делом в индустрии по зубам, по слепяпни. Но потом у него там были некоторые вещи, которые его продукт, который он придумывал, патентировал, но выпускала другая страна и продавала здесь. И он не мог конкурировать. Конкурировать. Против своего же продукта и отбивать. Не было финансовой такой силы. Поэтому он с помощью Бога, жены своей собрали силами. Закончили школу. Сейчас он дентист. Он сейчас в Нью-Мексико находится. Да, да. У меня было интервью с ним большим, когда он еще учился. Мне хочется с ним интервью задать, как он отучился, как он практикует, потому что большущий заем он взял на своеобразование. Да, в Америке вообще-то в данный момент много ценится предприимчивость, такое предпринимательство, бизнес свой. Но есть здесь некоторые вещи, которые ты не можешь не учить, не учать, делать. То есть доктором быть, как мой брат. Нужно закончить правильную школу. Да, он много денег взял, но если он хорошо потрудится со своей женой, они вместе работают. Я думаю, в течение трех год это у него справится отдать все долги. Он был в Нью-Мексике, мы буквально с женой, с детками ездили, посетили его недавно. У него был день рождения у его сына. Первый год, отпраздновали. Так что у вас у каждого можно получиться, если у вас это есть желание. да. Я подчеркиваю еще раз, страна возможностей, где, как Леша сказал, нет коррупции, ну, на маленьком уровне нет коррупции, может на президентских уровнях есть. Но вы можете отучиться, можете открыть свой бизнес и смело процветать, и вам никто вмешать в колеса палки не будет, кроме конкуренции, которая абсолютно нормальное явление. Я думаю, что насчет коррупции мы, возможно, нету такого, чтобы была, ранее на земле не существует, что здесь темно, да? Да. Там, не пойдем дальше. Не пойдем, я хочу просто заснять апартнер. А, вот у нас апартнер, Рой Локс, да. Вот откуда все начиналось. Последние 20 лет, плюс 30, лет. 21. Ну, тут еще моя первая тетя, самая первая тетя. Здесь жила тоже. С 91-го года. Это вообще святое место русских эмигрантов. Рой Локс. Когда мы приехали в Америку, мы первые несколько дней или недель жили у дедушки вот в рядом апартнер. Я его хотел когда-то купить, но он уже продался. Это вот дуб-убийца. Здесь здоровье немножко имеет такое вспоминание, и вместо людей получается засыпали, когда врезались, поэтому его брали. Ну, вот именно вот эта вот земля, по которой я раньше бегал, я настолько быстро бегал, что мой старший брат на велосипеде не мог не отдохнать. Круто. И вообще, спорт, спорт, это вещь, помогает в жизни и проблемы. Вот у меня я вообще не делал спорт, но это мой брат сделал, Женька. Я делал Тахмарер на Лайт Тахо. Сколько миль? 12, кажется. Круто. Небольшой такой, но по горам, когда ты чувствуешь, что таких лорода не хватает. Вот этого всего не было, здесь было просто поле. Я помню, я помню. Мне было 13 лет, когда я приехал сюда. У меня этот парк очень родной, да. Рома, скажи в двух словах, ты живешь в другом штате сейчас уже сколько лет? В Калайдере я пять лет, в сентябрь, в сентябрь пять лет. Это уже пошло шестой год. Скажи, зачем ты скучаешь? Ты вырос в этом комьюнити, в Сакраменто, движение. Что тебе не хватает там, где ты сейчас живешь? А что хватает? Хорошо, я отвечу, почему это уехать так? По семейным нуждам нужно было переехать. Я не хотел вообще отрываться отсюда. Но так как мне пришлось ехать, нам было приложение от доктора по здоровью. Или же жить на океане или в горах? На океане было совершенно невозможно иметь финансово, потому что даже если зарабатываешь больше денег, там в Бейерии намного больше платить. Поэтому мы попробовали горы и у нас получилось. Денвер. Денвер, да. Мы попробовали поехать в Денвер. Тысячу миль отсюда, но по крайней мере там были у нас родственники. Мы там пожили недельку, увидели, что это нам очень подходит и приехали сразу без никаких проблем. И как комьюнити работа есть в школе? Хорошо, насчет этого. Я работал с Петей Калинином в... Я ходил в школу в Сакраменто Сейнер Университет. Я изучал бизнес и открылся маленький такой бизнес и партнеру Петя Калинина. Кстати, кому нужно кондиционеры и печки. Звоните Эйко Эйр. Парник очень качественно работает. Команда маленькая, но трудолюбивая вас не обманет сделать работу по качеству. Вот я с ним работал и получается якобы делал всю офисную работу, всю администратуру, звонки, встречи с county гайсом, лайсенс эти, перемиты. И я переехал с этим, с этой работой в Денвер. У меня был лаптап, телефон, все что нужно, интернет и желание прокормить семью. Вот у меня реально было желание, чтобы где было жить и за что было жить. С Божьей помощью. Я скажу, некоторые такие вещи прямо чудесные получается. То есть, когда ты сильно этого желаешь и Бог дает, как ты все здесь? Да. перейдем. Ты работал онлайн и из дома, короче. Я работал онлайн и из дома. В Калифорне потом получается засуха была и осень была не холодная, не дождливая. Работа притормозилась. Давай, подержу. У нас, кажется, темновато. Вот так лучше. Работа притормозилась и мне пришлось искать работу прямо в Денвере. В то время как раз в Денвере находился очень как бы быстрый раскрут, быстрое начало, экономический рост. И мне поставили в RTD это публичный транспорт. Возьмешь? Общественный транспорт. Общественный транспорт. О, видишь, ты молодец, ты лучше знаешь русский. Общественный транспорт, автобусы. Я сел за руль, меня сразу приняли. Кстати, кому нужна работа в Денвере, у кого есть чистый рек, главное, чтобы не было криминального рекорда и чтобы могли по-английски говорить и желание работать. А также, чтобы рекорд был в DMV, это Driver Record. То сейчас водителей очень не хватает, потому что в город в большом взрыве разрастается, да, бум. Очень растет, большой бум. Компания огромная туда приезжает, приносит даже свои World Headquarters. То есть ты устроился работать на автобусе как водитель? На устроился работать как водитель. Ну, я желал, как я раньше сказал, кормить семью. Жена с детками, жена, мы делаем Home School, это тоже очень великое такое дело в Америке. Домашняя школа. Домашняя школа. И проработав год и несколько месяцев, полтора года, я стал супервайзером. У меня сейчас в дивизии 500 водителей своих и довольно-таки неплохо работаю. Главное, чтобы было желание трудиться и получается. Я слышал, что ты сегодня руководишь этим всем департментом, водителями, да? Сколько у тебя в Хочиней? Ну, я говорю, 500 водителей у меня получаются. Красава. Как ты стал на эту позицию? очень просто. Поработал? Как на любой работе, есть твое, по лице это звучит так, your attitude determines your altitude. То есть, какое твое отношение к работе, к жизни, на сколько высоко ты пойдешь. Бывают такие, как бы сказать, торможения в жизни, которые не от тебя зависят. В моей жизни я верю, что Господь управляет моей жизнью и, ну, это у каждого своя вера, каждого свое, как на это смотрит человек. Я вижу то, что Бог знает, что мне нужно и Он, где я сейчас нахожусь, это от Бога. Да, у меня примерно сейчас 500 водителей, из которых активно я, например, наблюдаю 300. Потому что 200 я не вижу, потому что часть из них это работает не в то время, как я работаю. и еще какая-то часть или же на отдыхе, или же болеет на больничном. Ну, вот так вот. Круто. То есть, ты проработал там пару лет, стал управляющим? Я повторюсь, полтора года. Вау! То есть, минимум нужно было отработать год, чтобы стать цепервайзером. У меня была страсть, желание. И как только работа появилась, они показали, что мы нанимаем опять цепервайзеров. Я сразу подал, прошел, но я готовился. Тебе нравится эта позиция? Ты находишь себя на своем месте или стрессового очень много? Ну, здесь два вопроса. Здесь стресс и нравится ли мне эта работа. Скажу честно, нравится. Я люблю работать с людьми. Люблю работать с людьми. Насчет стрессовое? Да, стрессовое. И да, нравится. Хотел бы я больше зарабатывать денег и подниматься вверх? Да, хотел бы. Хотел бы я иметь свой личный бизнес? Да, хотел бы. Но в данный момент, который у меня сложился, я нахожусь там, где я должен быть сейчас. И я за это благодарен Богу. Круто. Если человек приезжает в Америку, он выиграл гвин-карту и у него решение ехать в Нью-Йорк, Чикаго, Денвер, куда-нибудь, что ты ему посоветуешь? Куда? Но новичку лучше приехать. И вообще, если он приедет в Денвер, ему выбиться в люди возможно реально? Или там слишком крутой город, дорогой для новичков? Лучше, во-первых, если никого нет вообще, это тяжело, это нелегко. Всегда легче, когда есть кто-то перед тобой, кто может ей помочь, кто может ей отвезти, куда-то привезти, показать, подсказать. В Денвере так же самого возможного. Там есть русская комьюнити, я с ними не сильно сейчас, так сказать, не имею в виду связи, я к русскому доктору хожу, но потому что у меня просто жизнь, семья, работа, все среди американцев. у меня нет времени буквально в русском комьюнити участвовать. А большое русскоязычное население? Намного меньше, чем в Сакраменто. Я так как бы знаю, но район, в котором я живу, получается, дальше от русских людей. Есть русская церковь, нам что-то тоже легче, то, что мы пошли в церковь. Даже если вы не религиозный человек, я бы вам посоветовал пойти в церковь за помощью к русским. Даже если вот найдите русскую церковь, как же самую американскую, просто люди, которые в церкви, они уже хотят помочь друг другу. И даже если вы это не верите, вас вообще может быть другая линия, или вы совсем не верующий человек, не проблем. Большинство людей... Что Рома говорит, вы можете прийти в церковь, попользоваться и уйти. Это люди с руковной не обижаются на таких людей. У верующих людей миссия просто быть светом. У нормальных верующих людей вы должны быть светом и отражать Бога. И все. Это мой месседж всем верующим людям. Главное, чтобы был мир в душе, мир с Богом, мир с семьей. И вот также почему у меня на работе получилось быстро подняться, даже очень быстро по сравнению с другими. Потому что во-первых, нормально там, нормально дома и да, есть напряги, да, не без проблем. В стране чем лучше это вчера мы встречались с Мишей и с Семичем. Он немножко рассказал про Запорожье, про Украину и рассказал, как там идут дела. Намного легче здесь, потому что правительство по большей мере тебе позволяет делать свои лишние ошибки. открывая свой бизнес, не получилось, закрывай, хочешь еще раз сделай, хочешь не учиться, вон колледж, где учись, тебе не дают там фавства, не дают помощь, бери заем. И под лежачий камень вода не подходит. Получается, если вот вы хотите что-то сделать в Америке, у вас здесь это страна возможностей и уровень ваш, который вы достигнете успеха, это зависит от вас и вашего отношения к труду. Есть такая волна, сейчас я немного по русским каналам смотрел, что ура, это класс, это легко, поменять свое мышление, ты будешь богатым, бизнесменным. Это неправда. Ты должен мало спать, много вкалывать, трудиться. У меня есть страхи, которые я пытаюсь перебороть. Иногда ты хочешь, не хочешь, но просто надо страхи перебороть, идти на бой с улыбкой, все будет хорошо, вперед, 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 и когда ты отработал 12-14 часов, а то и больше. Тебе приходится так работать? У меня бывало такое, когда я работал по 20 часов, потому что как супервайзер, я на сэмэй сэлэй, то есть есть по часову и сэлэй, а у меня сэмэй, то есть я минимум получаю свой сэлэй, и потом овертайм. И как бы овертайм, но не плюс а говоря о зарплатах, как после ты отводил автобус, поднялся на этот уровень, зарплата проднялась немного значительной, ну скажем, ну да, вообще-то значительная, я был новичком там, у меня значительная. Я на 10 долларов больше получать начал сразу, в час, но у меня еще плюс на 30 тысяч долларов бенехрис добавился, просто так, сбоку. То есть сейчас драйвера получают у нас на начало примерно 19-20 долларов, не то, что не помню, потому что каждый раз меняется, уровень жизни дорожает и добавляет как бы стартовую цену. Потому что у нас не хватает водителей, кстати, кто хотел бы быть и мужчиной, и женщиной. И если вы можете за рулем ездить, большой машиной и хотите научиться этого... А интервью проводишь ты? Нет, интервью у нас HR, это что, у нас 3000 работников, и маленький такой городок. Ну ты можешь рекомендовать, да, человек? Я могу рекомендовать, но мой голос не влияет, я возьму на работу или нет, только я просто скажу, вот Илья, вот попробуй тебя принять. И я ухожу, потому что там проверка идет, кто ты такой человек, очень серьезно. Потому что мы возим, если я не сшибаюсь, у нас 10 тысяч остановок, 2000 square feet, 3000 square miles, наша area, у нас несколько городов, там, Boulder, Denver, и сколько вы в год человек? Миллионы пассажиров, у нас миллионы пассажиров, и у нас сейчас растет, мы покупаем новые автобусы, два года у нас закупили где-то 300 новых автобусов только для одного маршрута. Это все государственные деньги, государственные организации? Да, у нас мы берем налоги, все, кто там живет, платят налоги за нашу часть. И плюс нам недавно дал, когда был Барак Обама президентом, он нам дал 2 миллиарда на рост, в 2016 году мы открыли новую полосу железнодороги от Денвера, до самого аэропорта, A-Line, то есть там все взрыв идет, капитальный, то есть, если вы трудолюбивый человек, в Денвере можно, да, там дорого жить, но если можно переиметься некоторое время, то можно и много заработать. Машина моей мечты 2014 года. Hammer? Да. Хороший вкус, у меня Toyota Lexus. Да? Да, это американский, слушай, у каждого свое. Америка, ну, на чем ты приехал сюда? Чуваки, а приехал на Toyota, на Prius, я всем пропаду Prius, но у меня была мечта родилась, в 2014 году, в 2015 она у меня существовала. Ты купил Hammer? Да, у меня в гараже стоит, но я на нем редко, 9 на Гаванде, точно такой, точно такой. Класс, у меня была мечта купить LX570, в гараже стоит у жены. Красава, мечты сбываются. Да, мечты сбываются, но дорого стоит, и дорого обслуживание, но можно заработать, у каждого свое. Короче, Рома, закончим наше видео, дай какой-то совет людям, которые боятся приехать, или решаются, куда приехать, как новичку встать на ноги? Хорошо, я могу пару света дать. Во-первых, даже если Америка это страна возможностей, здесь нужно будет трудиться. Хлеб здесь, немножко дают на хлеб, там поначалу, на Valfrey, даже я тоже был на Valfrey, раньше. Дадут, не дадут умереть, но вот они и жизнь. То есть, нужно иметь хорошее, позитивное настроение, что я буду работать, я буду трудиться, готовым быть, вкалывать, готовым смиряться, потому что здесь очень быстро можно все потерять, если ты пойдешь не по правильному пути. Быть послушным закону, по большей мере здесь законы, даже если сделано так, как напряг создать, то ты его можешь и законом другим обойти. быть послушным, иметь хорошее настроение, желание, и вот, know your why, как сейчас говорят, зная свою причину, зачем ты это делаешь. У меня жена, детки, я очень хочу поднять свою семью, и хочу, чтобы, вот, мечта своего, моего папы Юры, я, кстати, видам в этом фотографии, чтобы братья работали вместе. У нас так не получилось, у нас второй папа, папа Степа, у него такой мечты не было, что мы трудились вместе, поэтому это не получилось. Пока вместе живой, я хочу, чтобы вложить своих детей, чтобы поднять их, и чтобы они каким-то образом работали вместе. Здесь вы можете работать вместе, у вас это может получиться, главное, вперед, вперед, вперед. не могу уже благословить. Классно. Никогда не сдаваться. Рома, если у человека появится вопрос на тему, которую ты поднимал сегодня, может ли он в комментариях задавать вопросы, и ты можешь от времени от времени следить за конверсацией, за беседой, можешь отвечать кому-то. Вы знаете, я недавно, опять-таки, открыл свой фейсбук, потому что я закрывал его, очень много забирает времени. Я думаю, что, why not? Я могу дать ссылку на твой фейсбук, и может тебе кто-то писать. Но это не значит, что тебе миллиарды будет писать, может миллионы. Ну, так скажем, я могу ответить, но может быть не сразу, потому что очень занят. Мы это знаем, 18 часов работать, следить за 500 водителями, это ответственность. Друзья, вот вдохновенная история Ромы Козлова, с которым мы выросли, вот здесь, в этом же парке. Да, в Благолюбе. И сейчас успешный человек руководит хорошими командами. Ну, я просто супервайзер, и я работаю по 10 часов, это мой стандарт. А там же, если надо проводоваться больше, я там больше работаю. Супер. Все, вот пример успешного иммигранта. Я думаю, это вдохновляет других иммигрантов не сидеть на месте, не сидеть просто на Велфере, а взлетать, расправлять крылья и преуспевать. Всем спасибо, с вами был Рома, Илюша, до встречи. До встречи. До встречи.